За что популярный шоумен Ильдар Иразиев попал на профучет МВД, хищение в газовой сфере и как улучшить инвестиционный климат в республике? Эти и ряд других вопросов стали главными на прошедшей сессии Народного собрания. Обо всем по порядку расскажет Зумруд Гамидова. Основным вопросом повестки дня стал отчет министра внутренних дел республики. Абдурашид Магомедов построил свой доклад на позитивных итогах. Уровень преступности в Дагестане на 100 тысяч населения составил 483 преступления, что в два раза меньше, чем в целом по России. На территории 25 городов и районов республики сократилось или осталось на уровне 2017 года количество зарегистрированных уголовно наказуемых деяний. Мы добились более высоких, чем по стране, в целом по Северокавказскому федеральному округу показателей общей раскрываемости, раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений и ряда других преступлений. Это кражи, грабежи, разбои. У нас ниже удельный вес лиц, ранее совершивших преступления, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, один из самых маленьких в Российской Федерации. После отчета депутатам представилась возможность задать вопросы министру. Так, парламентарии поинтересовались о постановке актера Эльдара Эрозива на профучет как экстремиста. По словам министра, для подобных действий у силовиков были все основания. Я вас уверяю, что вот за теми людьми, которые готовят или являются сторонниками тех идей экстремистских и дестабилизации обстановки, мы смотрим в 10 раз больше, чем за теми, кто совершает общеуголовные преступления. И будем продолжать, нравится кому-то это или не нравится. Слишком много несчастья принесли вот эти вот люди, носители этой идеологии нашей республики. У нас очень много людей, которые, получив какую-то известность, начинают лезть куда угодно и куда угодно давать оценку всему вокруг. Какое ты имеешь моральное право давать оценку тому или иному. О нарушениях социальных прав граждан говорил омбудсмен республики. По словам Джамала Алиева, много жалоб поступает в части незаконного строительства, благоустройства территории и нанесения вреда здоровью. При этом очень часто приходится сталкиваться с правовой неграмотностью населения. С препятствиями в реализации своих прав зачастую сталкивались инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи, дети, сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица, находящиеся в местах принудительного содержания и ряд других категорий граждан. Из числа принятых к рассмотрению обращений удалось помочь заявителям в каждом пятом случае. И это при том, что к уполномоченным попадают обращения после того, как эти люди прошли через многие-многие стадии государственных органов и не нашли ответа на подставленные ими вопросы. Депутат фракции КПРФ затронул проблему инвестиционного климата в республике. По словам коммуниста, республику нужно вывести цитата из пепла страха. Марат Асланов считает, что под видом вложения инвестиций многие предприниматели преследуют корыстные цели. Таких, к примеру, масса. Ну, допустим, стеклянный мост на каньоне. Почему именно этот инвестор? Почему такой огромный кусок земли 10 г? И причем надо у дубкинцев отбирать, и я знаю, что там нерешеный вопрос у самого населения, когда все строения, инженеры помещаются на полгектара и максимум на гектар все, что необходимо. Откуда на миллиард рублей вложений? Как решается вопрос компании по колесу обозрения? Был ли конкурс, да, вы говорите, целевой и так далее. А может есть компания, которая предложит лучшие условия? Почему именно таким образом отбирается? Всего в повестке дня депутаты рассмотрели порядка 28 вопросов, в том числе и изменения в республиканский бюджет. Они связаны прежде всего с выполнением мероприятий, озвученных в послании главы республики. А это капремонт медучреждений и улучшение жилищных условий для малоимущих и развития сельского хозяйства. Всего предстоит распределить более 11 миллиардов рублей. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.